Библейский портал экзегет.ру представляет И начал Иов и сказал, «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказано, зачался человек». Видим такие слова из уст праведника, как о нем было и сказано в первой главе. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Но здесь мы вдруг видим, что Иов взывает к Богу и говорит о том, что будь проклят тот день. Некоторые люди, которые читают Священное Писание, дабы найти какие-либо ошибки или так называемые с точки зрения библейского критицизма, они сразу здесь впускаются в полемику и говорят о том, как же так. Вот сказано о том, что он был праведен, а теперь он говорит о том, будь проклят день, в который я родился. Во второй главе он сказал, Бог дал и Бог взял, и за все поблагодарил Бога, а здесь он произносит такие слова. Надо просто всегда помнить о том, что праведник и человек святой в Священном Писании, это никогда не означает безгрешный. Безгрешен только Господь Иисус Христос. Сказано, един свят, един Господь Иисус Христос, во слава Бога, Отца, аминь. Всякий же человек в той или иной мере человек с грехом. Как и сказано об этом, например, в книге пророка Исаия, 6 глава, 6 стих. Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. То есть в каждом человеке в той или иной мере есть закон греха. Как говорит апостол Павел, во мне лежит закон греха. То есть доброе, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю. Потому как все мы являемся наследниками того самого греха, о котором здесь, в общем-то, Иов и говорит. Если внимательно читать этот текст, то можно это увидеть. Сказано, после того открыл Иов уста свои и прокрыл день свой. И начал Иов и сказал, погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказано, зачался человек. Мы видим, что он не проклинает создание Божия и человека. Он не проклинает Бога Творца, но он проклинает день зачатия своего. Мы помним с вами о том, что, например, в книге Бытия, и мы с вами ее изучали, И здесь, в пятой главе, есть такие слова, что говорится о родословии Адама. Говорится, вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божия, создал его мужчину и женщину, сотворил их, благословил и нарек имен человек в день сотворения. Но уже идет родословие Адама. То есть, если раньше мы видели с вами тексты, сказанные, «Створил Господь Бог человека, вдумал в лице его дыхание жизни и стал человек душой живою». То есть, человек был как творение Божие. Теперь говорится о том, что человек рождается по образу не Божию, а по образу Адама. По образу Адама. Поэтому Иов так и говорит, что «Будь проклят тот день, в который я был зачат». То примерно, что и говорит псалмопевец Давид. «По гресе храдимя мать моя». То есть, теперь весь род человеческий так или иначе наследует этот грех. Он проклинает как бы тот грех, который был привнесен прародителями в природу человека. Об этом, например, пишет и пророк Еремия, 20 глава, 7 стих. У него есть такие слова. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен, проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». То есть, мы видим, что здесь говорится о первородном грехе, о том, что все люди в той или иной мире обречены на страдания. А вот, например, что по этому поводу также пишет и Исихий Иерусалимский. Святой, цитата, «Погиб не день, в который я родился, не день, в который я был создан, но день, в который родился. Действительно, Бог создает меня во благо, но Ева, приступившая заповедь, зачинает меня для печали. И сам Давид считал так духом, узнав это, он так говорит в пророческом псалме». 50-й псалом, 7-й стих, тот, который мы уже с вами упомянули выше. «Вот я в беззаконе зачат, и во грехе родила меня мать моя». Почему так? Потому что Ева начала зачинать и рождать после грехопадения в раю. Конец цитаты. Итак, далее Иов, 4-й стих, его слова, «День тот, да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не высияет над ним свет, да мрачит его тьма, и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. «Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в дня года, да не войдет в число месяцев, о ночь та, да проклянут его проклинающие, да померкнут звезды, 9-й стих, за то, что не затворила двери чревой матери моей». То есть все говорится о дне, и Иов говорит о том, что первородный грех, как пишет об этом и апостол Павел в послании к римлянам, «как одним человеком грех вошел в мир, так и перешел во всех человеков». «Для чего же не умер я, — говорит Иов, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева, зачем приняли меня колени, зачем было мне сосать сосцы, теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно с царями, с советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром, или как выкидыш сокрытый я существовал бы, как младенцы, не увидевшие света». То есть здесь Иов в этом отчаянии и в страдании, которые он переносит, это проказа, которая он облагается по промыслу Божия от темени до пят, в этом страдании он говорит, «лучше бы мне не нести эти страдания». Но некоторые смущаются опять и говорят о том, «ну как же так, ведь праведник». Мы забываем моление Христа о чаше. Например, Господь Иисус Христос говорил, «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Поэтому здесь, в той или иной мере, мы в дальнейшем увидим, что Иов — это прообраз самого Христа. Почему о нем сказано, что он был праведен? Почему дальше он будет говорить, когда будет ему обличение, что «не вижу я в себе никакого такого явного греха?» Потому что там будут его друзья, будут ему ставить это в упрек, как мы увидим в дальнейшем. Но Иов снова повторил, чтобы мы были к этому готовы, что это прообраз Христа, который страдает невинно за род человеческий. Здесь же Иов страдает как человек по той причине, что Господь его испытывает. Как сказано в Священном Писании, «С великой радостью братьев принимаете, когда впадаете в различные искушения». Мы видим, особой радости тут, конечно, у Иова нет, потому как он человек, и он впадает вот в это состояние, но ни в чем в состоянии вот такого, когда он говорит о проклятии дня, и лучше бы мне не родиться, но ни в чем, как мы увидим, Бога он не хулит. Вот что по этому поводу также пишет и, скажем, свидетель Иоанн Златоуст. Цитата. «И с князьями, говорит, у которых много золота, мне кажется, что он хочет сдержать их и убедить, чтобы они не помышляли, будто человеческие вещи имеют важное значение. Ибо он не просто так и не случайно привел здесь царей, которые хвалились мечами. Посмотри на его любомудрые слова, даже в несчастье, богатство не принесло им никакой защиты, сила ничем не помогла им, всем, всех одолела смерть. Или как выкидыш, исходящий из материнской утробы, посмотри, как он, дабы не показать превозносящимся, сравнивает себя с выкидышами, столь бы он был смирен и сострадателен». Конец цитаты. То есть, свидетель Иоанн Златоуст обращает его внимание на то, что Иов и ведет себя как человек смиренный. Заканчивается эта глава, третья глава, 20-23 стихи. «На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад? Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь сокрыт, и которого Бог окружил мраком?» То есть, Иов в своей печали задается вот этими вопросами, но вот скажем, что Григорий Великий здесь усматривает в этой его скорби не какую-либо, скажем, претензию, что ли, к Богу, или никак к состоянию уныния, а он здесь, свидетель Григорий, усматривает молитву. Он говорит, что это не что иное, как молитва и плач, плач человека, который попал в такое состояние. Вот как он пишет. «На что, — говорит, — дам страдальцам свет и жизнь огорченным душою? Опять-таки, в этих словах Иов не обвиняет, да не будет, но спрашивает и скорбит, ибо то, что говорится в другом расположении духа, имеет иное значение. Так, когда некий мудрец говорит, к чему сокровище в руках глупца?» Книга Притч, 17-16. «Этим показывается ничто иное, как то, что он его недостоин. Отсюда мы узнаем, что не только жизнь, но и смерть бывают на пользу, когда она столь желанна. Которые желают, — говорит, — смерти, и не получают. Экклезиаст 3-1. Поэтому Экклезиаст говорит, время всякой вещи под солнцем. И еще о смерти, как приятно воспоминание о тебе. Он говорит это, чтобы когда ты услышишь совет его жены, скажи какое-нибудь слово на Господа и умри, ты не подумал, что он не произнес его из-за любви к жизни по благочестию. Ибо тот, кто считает смерть столь желанной и признавал великим благом, когда мог обрести ее, не дерзнул сказать слово на Господа. Смерть, — продолжает Григорий Великий, смерть говорит мужу покой. Вот что он провозглашает. Итак, если это покой, почему большинство людей не стремятся к ней? А потому что Бог сделал для нас жизнь вожделенной, чтобы мы не стремились быстро к смерти. Ее же путь, как сказано в книге Иова 3-23, ее же путь, который сокрыт. Мне кажется, что он говорит о пути смерти. А некоторые говорят, что о пути человека. То, что он говорит о смерти, очевидно из сказанного выше и из слов, вырывая его словно клад, Иов 3-21, очевидно скрытый. Будущее известно, говорит, мы не находим пути. Не говори мне о вынутых из петли. Иов говорит о том, что согласно с природой и заповедей Божью. Ибо затворил, говорит Господь, вокруг нее. Согласно слову Евангелия, день Господень так придет, как тать ночью. 1 Фессалоникийцам 5-2. Ибо что бы когда-нибудь не сказал, а почему ты не выбираешь смерти? Господь затворил, говорит, вокруг нее двери, говорит, заперты. Конец цитаты. То есть такая вот пространная цитата, объясняющая то, что человек не знает кончины своего, кончины своей смерти, когда его земная жизнь закончится. И Бог, говорит здесь, говорил Великий, сделал эту жизнь для человека вожделенной, для того, чтобы человек не стремился, ну то, что называют суицидом, то есть убивать себя. Поэтому эта жизнь, она дается не бесполезно. Она дается для того, чтобы человек стремился к высшим благам, но тем не менее не прилиплялся к этой жизни. Как сказано, помни о смерти и вовек не согрешишь. Поэтому здесь Иов так и говорит. На что дан след человеку, которого путь закрыт, которого Бог окружил мраком, вздохи мои, предупреждают хлеб мой и стоны мои, льются как вода, ибо ужаснее, ужасное чего и ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне, нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло меня несчастье. Иов как бы говорит о том, что лучше бы мне умереть, потому что он правильно понимает природу смерти. И он говорит, как бы уже достаточно мне страданий. И в этом смысле, опять же, мы не видим здесь, чтобы Иов в чем-то погрешил против Бога и произнес какую-либо хулу. Вот, например, Дидим Слепец пишет об этом. Следующее. «И если мы услышим о гневе Божьем, не будем думать, что это страсть, подобно человеческой, ибо такой страсти не свойственно быть посланной, но скрываться в душе, а гнев, называемый Божьим, посылается, ибо сказано, ты послал гнев твой, то есть тяготы». Конец цитаты. То есть здесь мы можем усмотреть также то, что посылаются страдания, как и видно в этой книге и в этой главе третьей, что страдания посылаются не ради того, чтобы просто наказать человека из какой-то мстительности или из-за какого-то гнева, как такого, который есть у человека, гнев страстный. Но здесь Иову, который переносит все страдания с достоинством, посылаются эти страдания для укрепления его веры промыслом Божьим. Поэтому надо всегда нам помнить, что страдания человеку посылаются не только за то, что Бог наказывает человека за какие-либо грехи. Иногда испытывает. Например, Авраама. Бог испытывал, когда говорил о нем, «Пойди принеси сына твоего, единственного твоего». И предание говорит о том, что в следующей главе мы читаем, что потом умирает Сара. И предание говорит, что Сара умерла от разрыва сердца, потому что она не выдержала того, что выдержал Адам, будучи мужем веры. И пойти по Зову Божию, выдержать такое испытание. И в этом смысле, читая Священное Писание, всегда надо помнить, что есть промысел Божий. Мы видим здесь слова Иова, его молитвы, действительно его скорбь. Он говорит, «Зачем дела меня, мать, и будь проклят тот день?» Но нигде он не произнес хулы на Бога и своего Творца. Мы видим, что он с достоинством выдерживает все эти испытания. И в конце книги он так воскликнет, «Я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день он восстановит тело мое, и глаза мои узрят его». Поэтому здесь, что только остается сказать, что в нашей жизни, если что-то и происходит, будем всегда полагаться на Бога, будем прибегать к Нему в молитве, если даже наступает какое-то время отчаяния, и время нам кажется такое, что такая скорбь посылается, что невозможно ее перенести, будем помнить слова, что Бог не посылает испытания человеку сверх его сил. Спасибо, Господи.